Я знаю об аресте моего мужа со вчерашнего дня, и я это со вчерашнего дня я очень плохо чувствую. Что касается моей маленькой девочки, она очень скучает по своим братьям и сестре. Это не только риф для его жизни, это еще риф для всей оппозиции. Да, я хотела бы добавить, но я не знаю, скажется ли это на мне или нет потом. Единственное, я хочу сказать, что я никогда не занималась политикой, но политикой мной занялась. Я нахожусь дома у родителей, но он постоянно чувствует присутствие видеокамер, фотоаппаратов, людей. Да, прослушка, прослушка, потом, я не знаю, даже за забором я постоянно вижу машины, люди, которые останавливаются постоянно. То есть меня мониторят 24 часа. То есть я чувствую моральное и психологическое давление. А машина нас постоянно преследует. В данный момент я чувствую просто заложником, заложником и инструментом манипулирования. Да, да, я была несправедливо задержана и репортирована. Я боюсь, что меня вообще не выпустят. Я очень хотела бы вернуться в Европу, потому что я хочу встретиться с моими детьми. Но я хотела бы вернуться через Италию. То есть я первую страну, я хотела бы приехать в Италию. Прямо, проезу, костер-Италию. Да, я получила вот эту вот резолюцию от моей депортации. То есть я вот таким образом хочу поблагодарить то, что, да, что меня поддержали и разобрались в этом деле. Ло accusано, леи парлато дэла банка, диавэр рубато questi 6 миллиарди доллари. Лей cosa дичь? Это ложь. В чем еще его обвиняют? Я знаю, что во многом его обвиняют, но я просто знаю, что это просто борьба с некомыслим, борьба с демократическим принципом вообще и с человеком, который... Я хотела бы, конечно, большой привет передать ему. Но я очень надеюсь, что все-таки итальянская сторона, да, итальянская сторона поможет мне выехать отсюда для того, чтобы я могла встретиться за свои теми и навестить своего мужа. Просто я, ну, больше того, что я сказала, не могу сказать. Я, конечно, могу сказать больше. Я, конечно, могу сказать больше. Но я очень опасаюсь за себя, за жизнь свою, за жизнь своей дочери.